Нам любые дорогие дороги, причем дорогие в прямом смысле. Сколько денег тратится на ремонт дорог в Караганде? Почему асфальт сделан лишь прошлым летом? После зимы разваливается? Какое ноу-хау придумали чиновники ЖКХ? Расскажет Людмила Батюшкина. Асфальт сошел вместе со снегом. Это выражение стало в Караганде уже крылатым. Федоровский путепровод был закрыт все прошлое лето, что создавало водителям массу проблем. Но пришла весна, и на асфальте уже ямы, вышелушивания и трещины. Та же история с малой дорогой по Нуркена-Абдирова. Дороги наши ужасные. Особенно сейчас, когда вскрываются после зимы все вот эти вот ямы, колдобины. Только во 100 пирожков вообще нереально проехать. Дороги ужасные. Кончились с приходом весны. Как снег сходит, так и вместе со снегом асфальт. Надеемся, конечно, что будут приниматься какие-то меры по этому поводу. Желательно, конечно, в срочном порядке. Подъезд к Магнуму со стороны авторынка – это уже очень печально. Гоголя, допустим, улица тоже не очень. То, что дороги после ремонта не выдерживают даже годы эксплуатации, в городском отделе ЖКХ тоже видят. При том, что за один квадратный метр асфальта платят подрядчикам от 6 до 12 тысяч тенге. Поэтому с прошлого года первыми в республике решили заключать с дорожно-строительными организациями договора на два года. И оплачивать работы только после зимы, когда будет видно, насколько качественно был сделан асфальт. Подрядчикам на Нуркен-Абдировой и на Федоровском мосту придется дорогу переделывать. Но для нас оно показало, наоборот, плюс какой. Сейчас бы, получается, мы бы думали, как спасти бы это. То есть, как меры принять и так далее. А у нас сейчас головной боли, как у представителя власти, так сказать, нету. В части того, что этот объем-то ничего не принятый. То есть, я не могу принять асфальт вышелушенный, поперечный трещинный. То есть, правильно же? Мне нужен такой, который соответствует требованиям. Поначалу боялись, что подрядчики впредь даже не захотят участвовать в тендерах на ремонт дорог. Но не тут-то было. В прошлом году, по словам Шалпан Жасуповой, на каждой из 25 участков пришлось до 9 кандидатов. Так что дорожники лукавят, когда говорят, что это дело невыгодное. Мало того, они соглашаются давать трехлетнюю гарантию на асфальт. То есть, в случае появления дефектов, устранять их за свой счет. Коммунисты, в свою очередь, предлагают создать общественный контроль. Если у нас есть такие люди, которые действительно захотят поучаствовать в этих мероприятиях, и когда будет это все прозрачно, была бы еще обратная связь с теми же, кто ездит по дорогам, кто смотрит, как это делалось. И свои предложения носили в эти все работы. А в городском отделе ЖКХ не против. Наоборот, предлагают даже жителям города, если заметят, что дорогу делают с нарушениями, сообщать об этом. Все-таки тратятся деньги налогоплательщиков. На 2016 и 2017 годы на ремонт дорог только в Караганде выделено 4 миллиарда 600 миллионов тенге. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Рустам Бараев, Жанайдар Ахимжанов, Владимир Ванюк, 5 канал.